Много людей из правых сюда поехали отстаивать свои интересы с оружием в руках? Да, много. Первый человек, кого я встретил, это правые, с Владивостока, позывные Остряк, Бобер. Они очень любят, их любят в специальном корреспонденте показывать. В дальнейшем много людей встретил. Я встретил здесь людей, которые были в основе Red Blue Warriors, в спартаковских фирмах. Такие уже не молодые, а взрослые. Я встретил много молодежи с различных подразделений. Единственное, что они раскиданы по всем подразделениям различным и не имеют единого подразделения. Вот Русич – это первая группа, которая здесь образовалась в правых. То есть Русич – это была самая первая группа, где именно все правые были? Да. Русич – первая группа, которая была из правых. Сейчас, насколько я знаю, у Мозгового какое-то движение было, где рот родноверов, рот националистов, я честно не знаю, не отслеживал этот материал. Ну, в подразделениях небольшие группы, там по 3, 5, 10 человек, которые вместе, которые просто работают на подразделениях. А как вы взаимодействуете с ребятами других идеологий? Тут, допустим, полно коммунистов и так далее. Честно, коммунистов я здесь почти не встречал. То есть реально идейных людей, которые коммунисты или там анархисты или даже демократы. Здесь, я думаю, вообще идейных по всей Новороссии процентов 10. Люди или склоняются к какой-то идеологии, или нет. Ну, как, это война. Здесь, если мы им не нравимся, нам прямо говорят, что вы нам не нравитесь, мы с вами дел не имеем. А ты готов сотрудничать с людьми другой идеологии, даже противоположные, те же коммунисты, если у вас общая цель, общий враг? Ради общего блага можно, конечно, сотрудничать. Так же, как сотрудничает и та сторона, которая, несмотря на то, что они заявляют себе как белых расистов, националистов, вон, и сумму на его очень любят на футболке себе лепят. Этого армянина, который погиб на Майдане, первые татуировками себе бьют. С них все основано именно на ненависти к русским. И они не осознают, что мы один народ, по сути. Ты вообще различаешь русских и украинцев? Ой, я частично различаю, но это скорее вопрос воспитания. Я общался с одной девушкой с той стороны, достаточно адекватной, идеологической, умной. Она русских не любит. Но я ее спросил вопрос, она мне на нее не ответила. Я говорю, если взять младенца, ребеночка, грудничка, из России, передать его на воспитание в украинскую семью, например, с детдома, чем он будет отличаться от украинцев? Ничем. Так же, как и ребеночка, если взять с украинского детдома и передать в русскую семью, будет то же самое. А по сути, кровь-то одна и та же. Даже на Украине почти у всех русские фамилии. В России у каждого второго на кофамилии заканчиваются. Это все лишь вопрос того, что люди себе создают тот образ, который они хотят видеть. Они так послушаешь, и русских нету, и украинцы Черное море выкопали. Ну да, люди во что угодно верят, если им это вдолбить в голову. А еще такой вопрос, достаточно частый, начать с Второй мировой войны. Кого вы поддерживали во Второй мировой войне? Вся эта война, это война врага, пришедшего на нашу землю, который был с нее отброшен, уничтожен. Единственное, в чем я абсолютно не согласен, что русские воевали с фашизмом. Русские воевали с немцами, потому что народ не может воевать с идеологией. И по мнению людей, которые так говорят, как они выглядят, что если бы пришли к нам демократы, мы бы им подчинились. Не угадали. Не было войны народа с идеологией, была война народа с народом, идеология с идеологией. Войну народа с народом, конкретно русских против немцев, я стою на стороне русских. В борьбе этой идеологии, схожая идеология, вообще, ну, по сути, разница не особо большая была. В войне идеологии все достаточно сложнее, и здесь однозначной оценки нет. То есть, если была бы Вторая мировая война, допустим, и ты перенесся бы в прошлое, ты бы на чью сторону стал? Это фантастика. Давай не будем гадать. Но ты бы не воевал в рядах Роа? В Роа бы я точно воевать не стал. Я считаю, что Роа это не то подразделение, которое могло бы заслужить не то, что интерес, но даже уважение. То есть, в первую очередь, ты ставишь интересы именно русского народа? Конечно. В первую очередь, любой националист должен ставить интересы своего народа. Так же, как и Гитлер, он хоть и ставил интересы своего народа выше интересов других, но у него была экспансивная политика. Конкретно у нас мы видим огромную страну. Кстати, не стоит забывать, что русские, это тоже не миролюбивый народ. Мы не пахали поля, мы захватывали. Если бы мы не захватывали, а захват это война, это убийство, это пожар, это уничтожение. Если бы мы этого не делали, мы бы остались в рамках Новгородщины и еще нескольких мелких регионов. То есть, империя живет экспансией, но наша империя свой ресурс не исчерпала, поэтому может функционировать, как я считаю, вполне мирно и гармонично с тем, что сейчас есть на протяжении долгих лет. Как ты считаешь, какое будущее ждет Россию? Каким бы ты его хотел вообще видеть в перспективе? Хотел бы я видеть, конечно, сильную страну. Сейчас коробочку проверить. Я хочу видеть сильную страну, сильную на внутренней и на внешней арене, в которой интересы народа, государствообразующего народа, не загоняют в дальний угол и не дают малым народам привилегии над основным народом, а где управляют русские, интерес к русскому и других коренных народах, проживающих здесь. То есть ты считаешь, что эта война может стать как толчком, началом преобразования России? Во-первых, война – это преобразование народа. Народ, который воюет, даже в такой войне, которая достаточно своеобразная, он становится сильнее. Народ, прошедший войну, становится сильнее. Насколько я знаю, Россия, она находится в состоянии постоянных боевых действий, ну потому что не дает покоя окружающим странам величия нашей страны. Без войны народ становится вялым, мягким. Вот здесь на Донбассе, то, что я вижу, здесь, хоть и не достаточно сильная война, но не так, например, Сталинград или Вторая мировая затронула. На Донбассе все встает на свои места, как должно быть. Мужчины становятся мужчинами, женщины становятся женщинами. А все ненужные и лишние люди уезжают отсюда? Конечно, сразу видно, кто есть кто. То есть как на ладони? Да. То есть ты не жалеешь, что сюда поехал и считаешь это смыслом своей жизни? Я считаю, что... Во-первых, я не жалею вообще нисколько, что сюда поехал. Я реализовываю свои возможности. И моя совесть чистая. Я знаю, что я не отсиделся, я не убежал на Изварина, как доблестные некоторые мужчины из Донбасса, которые готовы были надевать женские трусы и лифчики, лишь бы их без очереди пропустили через границу. Которые потом в Петербурге, пока ополченцев, кто здесь воевал с гражданой России, там нет, орут, да мы с Донбасса, катаясь на дорогих машинах. Когда мы вернемся, я хочу очень посмотреть на таких вот Донбассят, как я их называю. Зато в интернете герои все. Да, и я, когда встречу отсюда человека, у меня будет один вопрос. Где ты был летом 2014? Все, меня больше не интересует. Этого достаточно будет, чтобы понять, что это за человек. Согласна. Ну, хорошо, спасибо. Ты прояснил очень многие вопросы. Да не на что, Юлька. Все, пошли чай пить. Давай. Ай. Пока. Пока.